МАЯК ПРО Добрый день! Я на самом деле являюсь сам фанатом бега, поэтому я буду слегка субъективен, но тем не менее, как доктор, я постараюсь все рассказать так, как есть. Значит, смотрите, как выглядит сам ситуация. Я так понимаю, что причиной вопроса является то, что сейчас сезон, люди идут все заниматься активно, и мы часто видим ту картину, что люди, начав заниматься, бросают очень быстро тренировки, потому что чувствуют какой-то бескомфорт. Так вот, чтобы понять, почему произошло это, и чтобы этого не было, нужно понимать, чем определяется вот эта ситуация. То есть это мотивация цели, ну, для людей, которые хотят заниматься, вот эти мотивации, как правило, есть, они хотят похудеть, кардиозаняться. А второе, это, значит, отсутствие противопоказаний, это вот то, о чем вы говорили, должно быть, и подготовленность. Так вот, здесь очень два важных фактора существуют. В чем, собственно говоря, проявляется подготовленность? Это две системы, которые у нас ответственны за то, можно ли заняться бегом человеку, если он определился, что хочет этим заниматься. Первое, это сердечно-сосудистая система, то есть это сердце легкое, да, вот, а второе, это то, что, как правило, никто не берет в расчет, ну, если это не болит. Опорно-двигательный аппарат? Опорно-двигательная система, конечно, это очень-то мне важно, я сейчас объясню, почему. Значит, ну, все-таки по порядку хотелось бы, да? Сердечно-сосудистая система, она гораздо динамичнее, и если человек начинает сам заниматься, то если противопоказаний сам занятиям нет, там, ишемической болезни сердца, с гипертонией, порока сердца, то она, ну, как, очень быстро готовится, тренируется, и человек может, ну, от ходьбы перейти бегу трусцой и даже заняться более серьезно потом бегом, если желание такое будет. Даже в 50 лет сердечно-сосудистую систему можно подготовить так, что она будет как у 40-летнего человека. И даже более молодого, который спортом не занимается. А вот с опорно-двигательной системой все не так легко. То есть она с возрастом становится гораздо менее динамично реагировать ко всем нагрузкам, она гораздо дольше восстанавливается, если человек приобретает какие-то микротравмы в суставах, связках, сухожилиях, то это, соответственно, дольше заживает. И разумеется, что в 70, в 60 лет, а даже в этом возрасте люди бегают, и многие любят это дело, в 50 добиться более молодого состояния, как это было сердечно-сосудистая система, то есть чтобы топорно-двигательная система стала в 60 лет такая, как была в 30, это невозможно. Не удастся. Михаил Юрьевич, а вот наши слушатели говорят, что от того, что мы бегаем, происходит микросотрясение, и вот разрушаются колебные чашечки, пишет нам Далья. Это что, прям вот разрушаются? Смотрите, да, вот хороший вопрос, это правильно. Здесь зависит все от ряда факторов, все зависит от уровня подготовленности. То есть, если человек начинает заниматься бегом, а сам при этом очень долго этим не занимался, либо не бегал вообще никогда, и даже пешком проходит очень мало, вот, например, самый показатель, если в день человек меньше 7 тысяч шагов проходит, значит, бегом заниматься ему, в общем-то, ну, рано. И надо начинать заниматься ходьбой. То есть, для того, чтобы подготовить связки, суставы, они готовятся достаточно долго. Чем старше человек, тем, соответственно, нужно больше походить. Темп увеличивать можно, чтобы кардио было, и вот только тогда уже, когда связки будут более крепкие, более толстые, прочные, но это эластичные, вот тогда можно будет заниматься бегом. Спасибо вам большое за все советы, Михаил Юрьевич. Всем желаем крепкого здоровья, и напоминаю, что путь с длиной в тысячу миль начинается с одного шага, а путь к пробежке с 7 тысячи шагов. Следите за собой, будьте осторожны. Да, я тут так подготовился, хотел тут прямо наговорить вам много всего. Ну, пожалуйста, если будет интересно, давайте я с удовольствием пообщаюсь с вами. У меня на телевидении большая практика, вот на радио первый раз. Смотрите, у меня тема по спортивной медицине, в основном по профилактике спортивного травматизма, по боевым искусствам, по силовым видам и по лечению опородвигательной системы. То есть ухондроз, суставы, вот это вот моя тематика. А также со спортивным питанием, похудением, сжиганием жира, вот это коррекция фигур, вот это все мое, чем я занимаюсь активно. На протяжении долгих лет. Да. Да. Хорошо. Да. Ага, всех благ. Ага, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok